И хочу прочитать один стих, стихотворение, связанное с этим же полком. Картинка бытовая. Штаб тогда, когда я там бывал, он обычно был в Баграме. Батальоны стояли в разных местах, в том числе и в Бамиане. В Рухе стояли, не помню, Володя, или нет? Да, и в Рухе стоял батальон. Вот, и, в общем, довелось мне побывать. Вот я такую картинку вам почти документально написал в стихах, ее прочитаю. Называется «Доктор Вера». В палатке у ног бомианского Буды, Под дальним огнем, непонятно откуда, Не то чтобы пьем, но слегка выпиваем, Болтаем, поем, ночь войны убиваем. Надштаба вернулся с постов охранения. Ругает его зампотек за терпение. Давай ему поднимем дежурную роту, Заткнем эти буры и те пулеметы. Надштаба молчит. Доктор Вера хохочет. Она никого поднимать здесь не хочет. Она прилетела вчера из Баграма. Сестра офицером, солдатская мама. Ах, братики, бросьте вы глупости эти. Пускай отдохнут наши милые дети. Больных вроде нет, только смотрит устало. Да вот и стрельба-то почти перестала. Я с доктором Верой всецело согласен, Сказал знамполит. Ночью дух не опасен, А утром я в горы схожу с разведзводом И все растолкую душманским уродом. Все вышло, как пели и как говорили. Бойцы отдохнули и духов побили. Красивый. И умной была доктор Вера, Что даже из этого видно примера. А если в Баграме С полковником Пашей Она целовалась, То дело не наше. Со временем Паша пробьется в министры, И давний роман позабудется быстро. Взорвут бы Мянского, будут талибы, Да мы по нему и стрельнуть бы Не смогли бы. А Вера в разбитом Советском Союзе Устанет лечить нас от раны, контузии, И не по начальству пойдет, А по миру, Чтоб дочке оставить, Хотя бы квартиру. Так выпьем в Москве Поминальную чашу За Буду, За Веру, За маршала Пашу, А что у них в небе, То дело не наше. А что у них в небе? Так. Субтитры сделал DimaTorzok